Девушки отдыхают Тебе я доверяю, остальным не совсем Сейчас объясню, почему А, чайку сейчас заварю и поговорим Ну хорошо, будем считать, что с лирикой и эпосом мы разобрались Теперь перейдем к драме Какие сценические жанры вы знаете? Трагедия, комедия, мелодрама, фарс Так, еще Водевиль, мюзикл Все верно Этот рот литературы возник из античной трагедии И его сердцем является не личное переживание автора И не историческое поискование о героях и их свершениях А что? Здравствуйте Здравствуйте, вы по какому вопросу? Татьяна Витальевна, это мой брат Юра Мы говорили с вами А, да, помню Мы закончим минут через десять Если хотите, можете подождать здесь С удовольствием Итак, сердцем драмы И ее ключевым инструментом является действие Живое событие, происходящее на наших глазах Хорошая вещь, школьные каникулы Тихо, пусто Особенно весенние Последние для одиннадцати классников Но скоро эта благодать закончится Извините, что пришлось ждать Да ничего, мне было интересно Если хотите, приходите еще К нам две мамы ходят И даже один дедушка Кстати, очень интересный поэт С удовольствием Так что насчет моего брата? Да, вопрос серьезный И достаточно срочный Скоро ЕГЭ И потом вступительные Я знаю, что по решению семьи Саша будет поступать в физтехт Но мне кажется, вы совершаете большую ошибку Видите ли То, что пишет Саша Это не просто детское увлечение Талант? Теплее, но нет Вы кто по профессии? Аналитик в сфере айти Замечательно Ну вот Можно, например, быть айтишником И читать рэп на досуге Или Играть в любительском театре Работая поваром Чем же это плохо? Всем хорошо Но иногда врожденные способности Требуют профессиональной огранки Тогда это уже не просто талант А призвание Я понятно выражаюсь? Даже красиво Рада, что вам нравится Но Всего в двух словах не объяснишь А у меня очень долго со временем Я могу вас проводить Но идти довольно долго Ничего Я с удовольствием прогуляюсь Тем более Вы сами сказали Что дело срочное Тоже верно Ну что ж Сейчас Сашка Звезда школьного кружка Первый парень на деревне В институте будет Совсем другая картинка На деревне? Не факт Двое наших ребят Уже учатся у Авгики Ееходнокурсники ходят ко мне на кружок Девушка с третьего курса Снимает учебный фильм По Сашиной Навале Кругик это кажется Москва? У нас в городе есть филиал Ну что я сумела Заранить у вас кабельку сомнений? Вы вбили кол Наш план Я поговорю с отцом Ну вот мы и пришли Там кажется кафе Фруктовая лавка Пропустим по паре мандаринов? Заманчиво, но нет Мне через месяц защищать диссертацию Новые методы школьного воспитания? Скромнее Истинные творцы И подражатели в русской литературе Звоните, когда родители что-то решат Обязательно Удачи, Татьяна Удачи, Юра Пап, я дома Пап Я ничего не понимаю Папа никогда не жаловался на сердце Он вообще никогда не жаловался Кроволом Вы зачем? Я себе купила Помогай этот бессонницу Ты тоже выпей горяченького А знак пройдет Спасибо, дядя Леш Может он что-то скрывал от меня? Он вам говорил что-нибудь? Он болел? Нет Все как обычно В летом В Карелию собирались Планы громаде Ты ушиб И вообще последние дни подъем был Но сложные дела раскрыли Взяли Злодея за хобот Но с другой стороны Что ты скажешь, ребят? Не всегда знаю Про все свои болячки Вась Что там у медиков? Аутопсии покажут Скорее всего, правда Сердечный приступ Тело забирают? Я хочу все сделать сам И на нашей базе Чтобы не было никаких сомнений Виталий 30 лет Ловил Отпетых гадов Врагов у него выше крыши Вася Может не стоит умудрить? Городские врачи подумают Что комитетам не доверяют Я тоже против Пресса пронюхает Устроит шум из-за ничего Уголовное дело не возбуждено Зачем зря народ Будоражить? Тебе решать, Татоша Если ты тоже возражаешь Делать как считаете нужно Простите, я Просто хочу попасть одна Да, конечно Хорошо Хорошо Мы сейчас Быстро Дверь я захлопну Здравствуй, моя милая Ну ты как? Нормально Спасибо, что сразу Коя Ну что ты У меня один брат Был Ставьте сюда Держите Пожалуйста Всего доброго Спасибо большое Да Доброе утро Доброе утро Давайте я вам помогу Спасибо Оксана, познакомься с Бургеном Очень приятно Ручку только аккуратно Она еле держится Я ныжна А, знаешь, подожди Сейчас найду фотку Мне кажется, она следующая Вот Это мы носили герри Это твоя мама Это очень давно Она узнала Теперь они с мамой Снова вместе Готово Теперь будет крепко Спасибо Татош Прости, ради бога А можно диван немножко перестать Просто я люблю спать головой На север Гурген, вы поможете? Конечно Вот так вот его Ага Спасибо Мы знаете Папа с 8 лет воспитывал Меня один Сам готовил, стирал Часто работал по выходным И чтобы я не оставалась одна Брал меня с собой на работу Так вот Вы, папины, друзья Стали и моими Вывозились со мной Читали вслух Угощали конфетами Андрей, ты Был тогда еще Со всем мальчишкой Стажером По вечерам Забирал меня Из музыкальной школы Качал на качелях И делал за меня Домашнее задание По математике А в чем стаяния Это Виталия Сергеевича? Дядя Вась Ты устраивал фейерверки В лаборатории Научил выращивать Кристаллы Медного купороса Помнишь, как я разбила Банку с серной кислотой? До сих пор Как пятно на полу Дядь Леш Ты сделал для меня Лук и стрелы Как у настоящего индейца И научил кататься На велосипеде И на мотоцикле Вы Все моя семья Я вас очень люблю И уважаю За вас Тань Это твое? Скулистая рука Оскорбленный супруг Хватает кинжал Дамаска Стали Заносит Орудие На голубивую Женой Удар Приходится Левую часть Живота Распутница Своим Плодой Что за бред? Я нашла Это у Италии На столе Фотки искала Может это Кто-то из твоих Учеников написал? Да нет Мэй Такое не пишет Да Дамасский кинжал Скрипачка Татья, Леш, привет Есть минутка? Привет Заходи У меня вопрос Решила, что лучше не по телефону Ну и правильно Угощайся Чай будешь? Нет, спасибо Слушай Помнишь, что упомянул О последнем Удачном расследовании Папиное дело Последнее Ну да А что тебя интересует? Все, что ты можешь рассказать Ну ты пойми Дело же не закрыто А даже если было бы Я все равно не могу разглашать Мне не нужны секреты Это так в общих чертах Ну вот допустим Один деятель Убил молодую артистку На скрипке играл в ресторане Как именно убил? Зарезал Что, прям там в ресторане? Нет, забрался к ним в квартиру А с каких пор А с каких пор тебя интересует наша работа? Просто стало интересно Чем занимался папа А убийца был мужем скрипачки? Не хочешь, не говори Я могу спросить его у дяди Василия Андрея? Не был он ее мужем Посетитель ресторана Накушался и понеслось А его уже посадили? Ну, в смысле следствие закончилось? Нет, Виталий не торопился предъявлять обвинение Почему? Ну, например, некоторые моменты Не ложились в общую картину Например, какие? Ну, прав дядя Леша сказал А, говори Б Ну, например Убийца – здоровенный мужик Прошлым офицер спецназа Он мог эту девочку прикончить Щелчком пальца в лоб Но почему ты взял с собой кинжал И еще и оставил его на месте преступления? Ну, мало ли что придет пьяному в голову Почему папа так волновали эти мелкие нестыковки? Ведь остальные улики были в порядке Дядь Леша А давай чайку Я не знаю, зачем тебе это все Но если уж В общем, это была не единственная история За последние пару лет В городе произошло несколько ЧПС И смертельным исходом Вроде бы никак не связано между собой Тоже убийство? Да всякое разное В основном, естественная смерть Или результаты несчастного случая Погибшие мужчины и женщины В разных возрастов и профессий У них не было общих знакомых И интересов Разные способы, орудия и убийства А вообще у них что? Те самые мелкие нестыковки Которые не вписывались в общую логику Детали Слушай, я тебе так уже на статью наговорил То есть Папа думал, что вы арестовали не того человека? Да нет Убийца свою вину признал Улики надежные Все сходится А можно с ним поговорить? И думать забудь Ты не адвокат и не родственница А мы в следственном комитете А не в уголке Дурова Ладно Не злись Спасибо за чай Я пойду, а то у меня дела еще куча Привет Привет Есть время поговорить? Да, конечно Скажи, это правда, что у зарезанной скрипачки Был почти выбит глаз и порезан на ладони рук? Откуда ты знаешь? Неважно Так правда или нет? Что значит неважно? Вообще-то это тайное следствие Закрытая информация И очень странно, что Виталий Сергеевич Папа никогда не говорил со мной о работе Тогда откуда ты знаешь? Андрей, я все расскажу, обещаю Только сделай для меня кое-что Что? Разреши в твоем присутствии Задать пару вопросов мужику, который зарезал скрипачку Ну, типа очной ставки Ты с ума сошла, что ли? Татош, какое ты имеешь отношение к следствию? Как ты себе это представляешь? Ладно Тогда ничего не скажу И раз уж ты такой буквоед То можешь обвинить меня в сокрытии информации Как раз будет законный повод для очной ставки Стоять! Раз, два Хорошо Будем считать, что ты меня заинтриговала Садись в машину, поехали Да я вообще не втыкаю, как я на такое пошел А чего тут втыкать, Хромов? Ты был контужен Диагноз ПТСР Приступы гнева Есть три подтвержденных факта нападения на граждан А я не спорю Да, бывает со мной такое Таблетки пью Ну, тут Она знакомая девушка Совсем не знакомая? Ну, почти Накануне с ребятами отмечали днюху мою Зашли в ближайший шалман Ну, то-се, выпили А там эта скрипачка Он понравился на мне Пригласил Она ни в какую За нее вступился этот Пианист Ну, я Накатал ему немного Потом стычка с охраной Они вызвали ППС Те составили протокол Потом пресса с камерами своими А я На следующую ночь Вы вернулись в ресторан Ну, получается так Только я это Не помню ничего Утром встал Поправился Мало Добавил Дома? Да не Не дома В каком-то сквере Не помню Все как в тумане А потом вообще полный провал Завалился на соседнем пустыре Там меня не нашли Весь в крови ее И Нож с моими отпечатками рядом Кстати, а где вы раздобыли Дамаский кинжал? Да Не понимаю, зачем признаваться в том, что вы не помните Допустим, кто-то хотел вас отставить Так, все Хорошего понемножку Закончили Ну что, ты получила то, что хотела Я жду объяснения Ты уже это читал? И не только я Наши аналитики выловили это в интернете И передали в Следственный комитет И вас это не заинтересовало Нет Какой-то начинающий писатель Вдохновился информацией из прессы Все детали были В газетах и по телевизору А выбитый глаз Порезанные руки Ну, этих деталей не было Так и в письме их нет Зато есть в другом месте Где? Это преступление вольный косплей Повести Толстого Крейцера Восоната Детали немного отличаются Например, в книге жертвы была пианистка А скрипач ее любовник Тот, кто убивал, читал Толстого А Хромов явно нет Да и ты, похоже, тоже Толстой, косплейщик Я думал, у тебя и правда ценная информация Послушай, ну кому нужно было Подставлять Хромова таким сложным способом? Это не подстава, а постановка Татош Это фантазии учителя по литературе Давай я тебя отвезу домой Остановись где-нибудь Прогуляться хочу Так, держите Она дорого дает Да? Сделай мне список Я тебе все потешевле куплю Ладно, гордин, спасибо вам огромное Но знаете, как говорится, сама плачу, сама торгуюсь Так, рыба Нужна рыба Людям нужен фосфор для поддержания кислотно-щелочного баланса А, все, идем Спасибо Форум проба пера Ноль информации об авторе Окей Если здесь Та же история Юра Здравствуйте Здравствуйте Проходил мимо Никак не могу до вас дозвониться Я телефон выключаю, когда работаю Значит, я не вовремя Все нормально Как раз хотелось сделать перерыв Проходите Извините за бестакность Я знаю о вашем горе Мне брат рассказал Понимаю, что сейчас не до этого Но время идет Вот тапочки внизу Родители стоят на своем? Нет, наоборот, они согласны Сашка будет поступать на сценарный Но ему надо подготовиться к творческому конкурсу Ищете репетитора? Я знаю, что у вас диссертация Но, может быть, вы кого-нибудь порекомендуете своих учеников? Нет, давайте лучше я сама Отобрать работу много времени не потребует Еще стоит подтянуть орфографию Один из экзаменов сочинения Саша, как многие творцы, дико-безграмотно пишет Принято Сок будете? Если можно Очередной плагиат для вашего диссера? Почти угадали, но диссер тут ни при чем Все намного сложнее Какой-то литературный клуб подражателей Почему вы так решили? Оскорбленный муж, скрипка, дамасская сталь Ого! Да вы не только в информатике шарите Да я вообще бриллиант Так зачем вам эта графомания? Пытаюсь определить автора, но пока плохо выходит Можно? Ну да Да Окопался парень Расскажите все, что о нем знаете Это может помочь поиску Это не просто плагиат А реальное преступление, которое расследовал мой отец Он работал в следственном комитете Все детали вроде бы взяты из открытых источников Желтая пресса и все такое Кто-то подгоняет реальные факты по литературный аналог? Похоже, что так Зачем? Не знаю Сыщик-любитель Увидел общие черты Да он просто фанат Как вы это сделали? Поиск по ключевым словам У каждого автора есть свои привычные обороты в речи Всякие фишки, которые переходят от текста к тексту То есть еще три его опыса гуляют по сети? Может и больше Это только то, что было на поверхности Юра, давай правду бриллиант Спасибо Курген, ну где ты ходишь? Смотри, какая очередь собралась Ну, слушай, ну подожди да немножко Я вам, я вам донесу Нет, нет, спасибо Спасибо, вы и так со мной полдня ходили Слушай, мне это не трудно Мне тоже не трудно, правда Тем более у вас такая огромная очередь Спасибо, хорошего дня Номер один Старуха-гадалка Инфаркт после сеанса с клиентом-брокером Продувшимся на бирже Спустя сутки полиция принимает клиента в зале игровых автоматов Парень размахивает пистолетом в невменимом состоянии Из которого он так и не вышел Пиковая дама Однозначно Номер два Чернокожий студент Задушил из ревности свою однокурсницу Ну, тут все понятно И третий номер Богатого чиновника на пенсии До смерти напугала бродячая собака Британская классика Его тоже штырит Надо понять, какие реальные события легли в основу этих описаний И что это нам даст? Докажем связь Один сюжет еще можно принять за совпадение Но четыре вряд ли Отец понял, что в городе орудует серийный маньяк Но не успел довести дело до конца Надо закончить то, что он начал И поймать этого психа Ну, это дело для спецов Коллег вашего папы Не хотят меня слушать Юр Вы же профи Может, сможете как-то взломать их базу данных? Да я это многое могу Беда в том, что я честный программист Не хакер Здравствуйте Это вы к Монахову? Да Я Даша, его ассистент Вы паспорт взяли? Да Прошу Благодарю Здравствуйте Оксана Сергеевна Да Очень рада Присаживайтесь Благодарю Я признаюсь, ваш звонок меня заинтриговал Но почему именно я? Ну, во-первых, я обожаю ваше шоу Во-вторых, у вас нюх на сенсации И в-третьих, вы никого не боитесь? Четко и ясно Итак, хорошо Вы родная сестра грозы садистов и психопатов Подполковника Ивашенко Ныне покойного Соболезную вашу утрачу Благодарю, Аркадий Простите, пожалуйста Но мне казалось, вы старше Иллюзия экрана Это вы, Оксана, простите Я скоро прямой эфир Мне нужно На грим В двух словах А чем я вам могу помочь? Не мне Сотням невидных людей Аркадий В нашем городе Орудует серийный маньяк Полиция сидит Сложа руки А мой брат в одиночку пытался его поймать Охотился за ним Но просто не доделал дело до конца У человека не выдержало сердце Ага, вот оно как Да? А почему полиция бездействует? Потому что она не видит связи Между отдельными убийствами А связь есть И Виталий эту связь нашел Но для того, чтобы поймать маньяка Нужно всего две вещи Материалы последних расследований моего брата И свежий взгляд Второе я вам гарантирую Поэтому я здесь Аркадий Вы освещаете самые громкие убийства в нашем городе В том числе те, над которыми работал мой брат Ну, в общих чертах Этого достаточно Аркадий Геннадьевич У вас 10 минут до эфира Спасибо, Даша, я сейчас иду Ну что, мы договорились? А договорились Благодарю вас В обществе в будущем, дорогая моя Такие учреждения, как следственный комитет Полиция, даже суд А там рут за ненадобностью Их функции целиком Лягут на плечи средств массовой информации И ГАИ? А эти уже атомизм Их же целиком заменили дорожные камеры Оксана Задачу поставлю Мои люди работают И сводка будет готова уже завтра Так что Вы правильно сделали Что обратились к нам Комантической Их же целиком Их же целиком Вы не дали И в заключении выпуска криминальные новости. В одной из квартир обнаружены два трупа. Владелица фирмы микрозаймов Эльбира Галушкиной и ее домработницей Лидии Павловой. Обе женщины мертвы около суток. Зарублены топором. Свидетелей нет. И судя по всему, это... Ты завтракать-то будешь? Это друг серийного маньяка, существование которого упорно не хочет признавать... Нет, у меня дела в городе прикушу. У меня на сегодня все. О погоде расскажут мои коллеги. Алло, дядя Вась? Да, надо срочно увидеться. Я знаю, где ты. Скоро буду. Приди парней на входе, ладно? Здравствуйте. Здрасте. Я к Ромашкину. Дядя Вась! Пришла! Пахилы надевай и заходи. Угу. Какими судьбами? Да, я репортаж по телеку увидела. Стало интересно. Собственные гены проснулись? Типа того. Так, ничего не трогать. Не двигаться. И не дышать. И все такое. Что тебя именно заинтересовало? Ну, я же кое-что напомнила. А квартиру обнесли? Не думаю. Одежда и публикушки вроде на месте. Может, она наличку хранила? Может. Ну, вряд ли. У нее контора за углом и охраняемый офис. Камеры повсюду. А здесь нет даже сейфа. Простейшая сигнализация и дедушка сонный. На вахте. За что тебя люблю, дядя Вась? То, что ты туман не наводишь. Только за это? Нет. Еще ты веселый. Это надоели эти кислые морды. А как он мимо консьержа прошел? Элементарно. Батсон. Все-таки второй этаж. Зато газон с кустами и тополь прямо под окном. Минимум навыков. Максимум дерзости. Да. Все просто. Ты говоришь, это что-то напомнило? Люблю перечитывать Достоевского. Особенно преступление и наказание. Ого. Великая литература. Батончик шоколадный будешь? Давай. Возьму в дорогу, а то уже бежать. До свидания, Татьяна. Звоните, пишите. До свидания, Василий. Позвоню, напишу. Спасибо. Ну и как давно вы знакомы с Татьяной? Где-то неделю. О, по ее меркам это много. Вы знаете, в прошлый свой приезд я познакомила ее с сыном своей школьной подруги. Хороший такой мальчик, спортсмен. Так вот, его хватило только на одну встречу. У нас с Татьяной чисто деловые отношения. Ну, конечно. При ее образе жизни другого ждать и не приходится. Отшельница. Ну, я думаю, что все дело в ее отце. Вы понимаете, о чем я? Не совсем. И ее отец это, знаете, образ идеального мужчины. А при такой высокой планке можно, знаете, сразу в монастырь. Но все равно мне кажется, что к вам она относится гораздо теплее, чем к другим. Вы так думаете? Я уверена. Я знаю ее с пеленок. Вы знаете, все дело в том, что ее мать – это подруга моего детства. Она умерла, когда ей было 30 лет. Умерла она от рака. Знаете, она была тоже такой недотрогой. Если бы вы знали, что мне стоило подружить их со своим братом, и уж поверьте мне… Привет. Как успехи? Здравствуйте. Кое-что есть. Отлично. Юра, пройдемте ко мне в комнату. Рассказывайте. Только тише. Тетушка любит подслушивать. Энергичная женщина. Даже слишком. Ладно. Удалось расколоть анонима? Нет. Есть зацепка. Но главное, в сети появился новый опус. Сегодняшний. Свежий. Ну, дайте угадаю. Бедный студент зарубил топором старушку-проценщицу и ее служанку. Ничего себе. Вы уже читали? Круче. С собственными глазами видела место преступления. И вот что, Юра, хватит не выкатить. От учеников довольно слушалась. На брудершафт? И теперь рассказывай про зацепку. Я выяснил, откуда залили текст. Конкретное место и время. Кафе в парке. Тут идти 10 минут. Прогуляемся? Конечно. Убийство было совершено позапрошлой ночью. И это самое интересное. Почему? Потому что наш маньяк-спринтер выложил опус в сеть практически сразу. В кафе должна быть камера видеонаблюдения. Срисуем его и отследим по номеру телефона. И все-таки, как он находит будущих героев косплея? Все разыграть просто невозможно. Я уже думала об этом. Ну, вот хотя бы крейс Росоната. Да, можно накачать Хромова, перетащить его на пустырь, нанести его отпечатки на кинжал. Потом зарезать скрипачку, взять ее кровь и вымызать в ней Хромова. Но откуда он знал про скрипачку и пианиста? Пьяный Хромов рассказал ему обо всем, что было в ресторане. Во-первых, Хромов не знал, где живет скрипачка. И не знал, что она живет одна. Во-вторых, убийца не случайно столкнулся с Хромовым. Он его выследил. Прихватил с собой какое-то вещество, чтобы понадежнее вырубить парня. Раздобыл дамасский ножик, пробил все адреса и личные данные. Мороженое будешь? Спасибо. Пожалуйста. Вкусно. Или пиковая дама. Старуха отдавала сеансы, брала с людей деньги. И у нее правда была ссора с брокером, который продул на бирже. Откуда у косплейщика доступ ко всем этим данным? Таня. Мы идиоты. Он репортер криминальных хроников. Репортер не первый, кто появляется на месте происшествия. Вначале приезжает полиция. Не важно, кем он работает. Главное, что у него есть доступ к оперативным материалам. Зачем он это делает? Давай поймаем его и спросим. Странно. Что? Да, показалось, не важно. Добрый день. Что для вас? Здравствуйте. А для журналистов скидки есть? Это вряд ли. Ну, тогда два американа. Слушай, брат, тут такое дело. В вашем заведении сегодня утром кто-то выложил в сеть закрытые материалы уголовного дела. Да что вы говорите? Все точно. Информация мой хлеб. По идее, я как честный гражданин должен заявить в следственный комитет. Ведь это их утечка. Ну, тогда сюда заявится опергруппа, заведение закроют, будут задавать неудобные вопросы. С другой стороны, если кто-то желает помочь правосудию и добровольно предоставить видео с камер наблюдения… По радиодисконта стараетесь? Мы заплатим втрое. Камера не работает. Зато софаем все в порядке. Доступ свободный. Любой может воспользоваться. Говорите, платите втрое. Могу предложить в трудель. Сладкое вредно. Мы знаем точное время публикации. Нужен протокол доступа к вай-фай, там данные симки, с которыми заходил в сеть. Вот только без официального запроса, протокол нам никто не даст. В следственном комитете меня и слушать не станут. Значит, мы возьмем без спроса? Как же твои моральные принципы? Чего не сделаешь ради… Друга. Ну, если ты против… Я за. Друг. Окей. Ты успеешь сделать пару глотков. Есть номер телефона, с которого уходили. Но не факт, что это его девайс. Он мог одолжить телефон за соседним столиком или у него левая симка. Набери. Подходи, брат. Есть тема. Присаживайся. 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 У drifting на джору. Присаживайся. Присаживайся. Субтитры создавал DimaTorzok Присаживайся. Продолжение следует...